Самолечение это пластырь на пятку, когда болит голова, так образно утверждают медики. С той лишь разницей, что бесконтрольный прием препаратов не столь безобиден для организма, как пластырь для пятки. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору». Тема у нас сегодня злободневная, к чему нас приводят страхи и чем заканчивается прием препаратов на всякий случай. Доктор в студии Татьяна Ушакова, терапевт, гастроэнтеролог. И сегодня Татьяна Владимировна отвечает на ваши вопросы по телефону 202-11-22. Добрый вечер, дорогие жители Самары и Самарской области. Доктор, кстати, к нам пришла только со смены, за что большое ей спасибо. Буквально недавно из красной зоны, очень устала, конечно же. Но полчаса Татьяна Владимировна обещала нам на вопросы наши отвечать. Итак, еще раз 202-11-22. А у нас уже есть звонок. Давайте тогда с этого и начнем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы со мной, да? Да, мы с вами. Да, это Сызриня, Тамара Николаевна Хорева. Мне проконсультироваться. У меня снаха лежит в тольятти в больнице. А сына, мой сын, ее муж, дома лежит один. Уже вторую неделю горит 39 температура. Скорая приезжает, делает литическое, это все бесполезно. Врача вызывали, она дала антибиотики. Он колит 39,5 вечера, 38 минут. Мы просим только одну, посмотрите на Кэтеева. Мы боимся, он один вообще лежит в квартире. В Тольятти, да? Нет, он дома, он дома. В смысле, в какой город-то? В Сызране. А, в Сызране. А снахут увезли в Тольятти, она там неделю уже лежит. Да, Татьяна Николаевна, спасибо за звонок. В общем, вполне понятна тревога. Не знаю, правда, чем мы в этой ситуации. Ну, тревога обоснованная родственников, да. Здесь скорее надо дозвониться до скорой помощи, потому что это две недели. У нее уже высокая температура. Конечно, помощь себе оказывает. Но здесь действительно надо диагностировать пневмонию, потому что это слишком длительный срок нахождения дома с высокой температурой. Здесь надо дозвониться до скорой помощи, конечно, и уже оказывать помощь пациенту. А есть какой-то секрет, вот если на скорой все-таки не отвечают, но вот не может категорически человек дозвониться? Ну, секретов особых нет. Скорее, здесь надо настойчиво дозваниваться до скорой помощи и вызвать, звонить в поликлинику, чтобы пришел врач все-таки, да, и посмотрел визуально пациента. Потому что, конечно, такие вещи недопустимы, чтобы врачи не приходили на вызов. Татьяна Владимировна, осень – традиционная волна подъема вирусных заболеваний. И повышение температуры, боль в горле никого бы, в общем-то, раньше и не обеспокоило, если бы не сегодняшние реалии. И, конечно же, все переживают, подозревая у себя коронавирус. Терапевты на приеме даже говорят, что настолько сильный психоз у некоторых пациентов, что они находят эти симптомы там, где их действительно нет. А вот все-таки, что должно обеспокоить и как человек должен понять, нужно ли ему срочно обращаться к врачу или, может быть, действительно? Ну, во-первых, это стойкое длительное повышение температуры больше двух дней обязательно, да. Повышение на сколько? Ну, 38, 38 и выше, да. 37 и 37,8 такие фибрильные цифры. Обязательно, если наступает заложенность или скованность, обязательно, если когда это будет одышка, да, обязательно обратиться к врачу и уже предпринимать меры. Просто одышка может возникать даже, ну, при минимальной физической нагрузке. Тогда это звонок для того, чтобы вызвать доктора. Сегодня для многих является симптомом отсутствия обоняния. Везде об этом писали, говорили, поэтому если оно сейчас пропадает, то человек, конечно же, даже не сомневается, что это коронавирус. Ну, отсутствие обоняния – это симптом, конечно, однозначно сейчас наличия коронавирусной инфекции, но не только. Так, да, любая острая спораторная вирусная инфекция может вызвать отек слизистой носа, да, и человек теряет обоняние. Либо это какие-то хронические синуситы, либо острые синуситы. Синуситы могут возникнуть при вирусной инфекции, например, острые, да, в том числе и аденовирусные инфекции, да. И у человека возникает синусит, и он теряет обоняние за счет отека слизистой волосы. То есть вот обоняние исчезло, это не означает коронавирус, я правильно вас поняла? Не совсем, но потеря обоняния – это такой достаточно критерий, на который стоит обратить внимание, когда у человека появляются такие вещи. Поскольку вирус новый, и проявления его, я, если правильно понимаю, бывают разные. У каждого человека по-своему протекают. Да, что же тогда делать, как же все-таки вот это систематизировать, как разобраться? Понятно, что сегодня нагрузка на докторов очень большая, и не каждому пациенту быстро удается прийти на дом. Да, нагрузка действительно большая. Ну, во-первых, не стоит паниковать, во-вторых, включить холодный разум, да, потому что паника в заболеваниях, она ничему хорошему не приводит. Второй момент – измерять у себя температуру утром и вечером, ну, около 12 часов и 16 часов. Если вы заболели, конечно же, нужно остаться дома, не быть источником инфекции, да, для других людей, с которыми вы работаете или учитесь, и для своих близких, родственников, и для любого другого человека. Во-вторых, следить за своим состоянием. Если у вас возникает одышка, соответственно, да, нужно обратиться, конечно, к доктору, и не очень хороший прогностический признак, да, когда мы не можем дышать, когда возникает одышка, тем более, если это минимальные физические какие-то нагрузки. Ну, собственно говоря, и вызвать из поликлиники доктора, или хотя бы, если он не может прийти, начать консультироваться у него. Потому что пропустить можно, и очень важно не пропустить страшное, да, как мы все боимся. Но здесь не нужно паниковать, сразу хвататься, ой, у меня коронавирус. Не все заболевания – это коронавирус. Тогда, может быть, проясните сразу пневмония и коронавирус. В чем принципиальные различия? Ну, коронавирус – это вирусная инфекция. Она себя включает не только в заболеваниях дыхательной системы, как пневмонии, да, но и в заболеваниях сосудистого характера. То есть это комплекс заболеваний, коронавирусной инфекции, да, она проявляется часто, проявляется заболеванием дыхательной системы, которые и выявляются на КТ-снимках, да, пневмонии. Поэтому, к сожалению, нужно за собой очень строго следить, но, еще раз повторюсь, не паниковать. И четко следовать инструкциям доктора, не инструкциям извне, не инструкциям соседки по квартире, да, все-таки слушать докторов. По поводу советов докторов, Минздрав выпустил несколько рекомендаций по лечению ковида. И, ну, на мой взгляд, к сожалению, они лежат в открытом доступе, несмотря на то, что они адресованы медицинским работникам. И даже при том, что там написано, что нет препаратов с доказанной эффективностью, которые эффективно лечат ковид, Тем не менее, люди начинают принимать препараты на всякий случай. И давайте посмотрим, к чему это приводит. Наш корреспондент сегодня посетил несколько аптек. Витамин D у вас есть? Да, нет. Вам для вас? Все. Да, для вас. Витамин D и С, противовирус и антибиотик. На днях в сети интернет появилось фото протокола терапии от пациентов с подозрением на ковид. В протоколе подробный список препаратов, включая дозировки и питание. В то же время российские ритейлеры сейчас фиксируют рост спроса на отдельные витамины на 30-40%. На противовирусные препараты и иммуномодуляторы в полтора раза. При этом последние, согласно вышеупомянутому протоколу, при подозрениях на ковид-19 употреблять нельзя. Запросы покупателей по осени всегда меняются, признаются в самарских аптеках. В этом году с учетом пандемии и ограничительных мер. Спрос на маски, перчатки, антисептики для рук. Сейчас очень популярны витамин С, витамин D. Больше берут леденцов от горла, капли в нос, что-то противовирусное. Но антибиотики, они идут по назначению в основном врача. И инъекционные, и таблетки из разных групп. Первый всплеск продаж лекарств был зафиксирован еще в марте. Тогда аптеки увеличили доход в среднем на 20%. Чаще всего жители покупали медикаменты впрок, чтобы реже выходить из дома в период режима самоизоляции. Брала всякие омыватели для носа, про запас. Они никогда не прописнут в конечном итоге, даже и без пандемии. Витамин D. А почему витамин D? Ну, потому что каждый врач советует, витамин D не хватает нам солнца, честно говоря. То есть постоянно нужно этот витамин D постоянно принимать. Судя по опросу граждан на улицах Самары, у жителей к осени сформировалось собственное представление, как поступать в случае недомоганий. Точки зрения встречаются прямо противоположные. Кто-то не готов рисковать здоровьем и заниматься самолечением, иные наоборот. Так за пару дней обычно все проходит все равно. Если уже там что-то прям кашель, еще что-то, тогда буду связываться, наверное, с ДМС. Потому что я так понимаю, что особо скоро и не ездят, судя по новостям, а куда-то там уходить в больницах, в очередях, то есть где есть вероятность точно что-нибудь подцепить, то вряд ли. Учитывая сегодняшнее положение в Самаре и ориентируясь на то, как болеют мои знакомые и близкие люди, то скорее, наверное, сначала к врачу, потому что самому лечиться не вариант. А кто меня сейчас в больницу там примет, если я пойду туда? В поликлинике, говорят, по 300-400 человек не принимает нифига. А куда идти, не знаю. Вызываем, сразу скорую помощь, и все. Естественно, в больницу зачем аптеку? Чтобы других заражать? Нет. Надо вызовем врача, а там уже по рекомендациям, что они скажут. Тем временем, по данным аналитиков DSM Group, ажиотаж провоцирует очаговый дефицит отдельных препаратов, ранее используемых в лечении коронавируса. В целом, с наплывом покупателей фарминдустрия справляется. Сейчас поговорим о схемах лечения, но для начала примем звонок, да? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Мне 80 лет. Я из Самары. У меня 14-й день температура живет. С ней где разошлось, что сделано коронавирус этот. Я с ним. 50% поражения. Примехали. Скорая сказала, повезем в Тольятти. Да я ведь не пойду до Тольятти. И мы все на этом закрылись и ушли. Четыре таких позитивных лагуни, три раза врача. Я же занимаюсь самолечением. А самолечением, что вы себе назначаете? Имеется в виду, где вы берете схему? Как вы решаете, что это? Я могу, пожалуйста, что я назначаю. Вы не скажете, я не могу. Я не могу. Я не могу. Да, хорошо. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Мы поняли. То есть вот получается, женщина, которая звонит, в Тольятти не поехала и осталась при таком поражении. Насколько это опасно? Ну, для нее, конечно, процент поражения легких большой. Она очень сделала зря, что отказалась от лечения. Нужно было согласиться на рекомендации докторов скорой помощи и все-таки госпитализироваться. Человек возрастной, как себя поведет инфекция, у нее неизвестно. Процент поражения большой. Она сама жалуется на то, что у нее две недели, да, температура. Поэтому человек сделал абсолютно зря, отказавшись от медицинской помощи. Ей нужно вызывать повторно скорую уже, да, потому что процент поражения легких большой. И чувствует она себя не очень хорошо, судя по звонку. Поэтому, конечно, пусть повторно вызывает скорую и медицинские работники окажут ей помощь. Да, пожалуйста, я надеюсь, вы нас сейчас слышите. Вызывайте, пожалуйста, скорую немедленно. Действительно в этой ситуации дома оставаться опасно. Ну, понятно, что сегодня больницы испытывают напряженность в свободных койко-местах, да? И поэтому, ну, Тольятти... Напряженность, конечно, существует в больницах, но мы стараемся, весь медицинский персонал стараемся. По мере поступления каких-то проблем главные врачи нашего инфекционного госпиталя решают. То есть, может быть, даже уже сейчас ситуация изменилась и госпитализируют в Самару? Конечно, она каждый день меняется. Она не стоит на месте, да. Какое-то количество людей выписывается из госпиталей, да. Поэтому очень опрометчиво жительница отказалась от помощи. Ну, это, наверное, еще к вопросу о том, о чем вы говорили. Действительно, у людей начинается паника, начинаешь нервничать и неадекватно, наверное, на какие-то вещи реагировать. Да, еще один звонок, да? Да, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Почему в Самаре не проводят пробы на коронавирус населению? Во всех иностранных государствах проводят прямо на улицах, любому. А у нас вообще не проводят пробы на коронавирус у населения. Да, мы поняли. Спасибо вам за вопрос. Наверное, не совсем к нашему доктору, но... Я попробую ответить, да. Пробы на коронавирус – это лабораторное исследование. К каждому исследованию необходимы показания. Понимаете, да? Конечно. Если вы заболели, у вас повысилась температура, да, и вы себя плохо чувствуете, это повод вызвать доктора, и доктор уже решит, необходимо ли вам проведение анализа, да, на ковид-инфекцию. Это мазок из носа, из горла, да, метод МПЦР, коронавирусную инфекцию. Вот, наверное, такая тактика должна быть правильная. И по поводу того, что на улицах проводят тесты за рубежом, это еще вопрос, наверное, да? Ну, я на это не буду комментарий, ничего понятировать, поэтому... Татьяна Владимировна, вот посмотрите, пожалуйста, я по поводу схем лечения. Вот эту схему я расскажу, где я взяла. Это приехала скорая по вызову и дала пациенту скорая не в Самаре, в городе Магнитогорске, поэтому, наверное, могу об этом говорить, за Самару не скажу, но тем не менее, вот, приезжает врач скорой и выдает схему лечения от коронавируса. Что скажете? Скажу так, что все схемы, передаваемые скорыми, они несут ответственность тот доктор, который эту схему передал, прежде всего пациенту, потому что он имел место осмотреть пациента, да, понять степень тяжести пациента и уже назначит лечение. Очень, на данный период очень плохо, что все эти схемы, они начинают мигрировать под соцсетям и начинают как-то видоизменяться, потому что их можно скорректировать, да. Может, какого-то препарата нет. Может, какого-то препарата нет, да. Да, и на самом деле эти схемы, я считаю, катастрофой для людей, потому что это медикаментозные препараты, да, это антибактериальные препараты, вот в данной схеме идут с нарушением инструкции к данным препаратам, да. Это гормональные препараты без указания ДОС, это действительно серьезные препараты, которые могут привести к очень серьезным последствиям для организма. Здесь препараты антикоагулянты, препараты, относящиеся к высоким рискам, да, у пациентов могут быть риски кровотечений при приеме данных препаратов. Вот эту схему каждому, если давать, но это очень некорректно, очень неправильно, потому что врач, прежде всего, к каждому пациенту должен подходить как к индивидуальному лицу. У каждого из нас есть свои индивидуальные особенности. И не очень правильно, мне кажется, на мой взгляд, что такая схема назначается всем. Вот на сегодняшний день у вас сколько пациентов вы ведете? Мы ведем 37 человек, а лично я веду 13 человек. Вот скажите, у этих 13, у всех схемы лечения индивидуальные, разные? Индивидуальные, конечно. Все пациенты разных возрастов, с разными хроническими, соматическими заболеваниями, да, с разными лекарственной непереносимостью лекарственных препаратов. Поэтому к каждому идет индивидуальный подход. Пациенту не очень понятна данная схема, потому что неизвестно, как человек на данную схему отреагирует. Вдруг у него возникнет аллергическая реакция. Да, и при том, что скорая явно не приедет в течение часа. Не приедет в течение часа. Поэтому это очень опасно на самом деле. И мой призыв к жителям города Самары, Самарской области, пожалуйста, обращайтесь к докторам. Если вы не можете дозвониться, дозванивайтесь. Но вот схемы, распространяющиеся, лучше не использовать, потому что это очень опасно для вашего организма. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Самара Егина Надежда Николаевна. Я больна коронавирусом 4 недели. Ни раз мне не сделали КТ. На мою просьбу доктору направить меня на КТ, он говорит, я сам не могу, это только заведующий. Я зашла к заведующей, просила, чтобы мне сделали КТ. Она говорит, у вас замечательный доктор. Я встала и убежала по коридору. Надежда Николаевна... Я обратилась через несколько времени к дугой заведующей на физкультурную 33А. Мне заведующая с поликлиникой говорит. Зачем вам ехать на КТ? Там столько больных. А я в рентген-кабинетке делаю 3,5 часа в очереди. Там здоровые люди. Надежда Николаевна, скажите, пожалуйста, коронавирус у вас подтвержден каким анализом? Да, подтвержден. Каким-то анализом. Я лежу дома. И второй раз я вас сдала, сказали, что сейчас, третий раз, завтра будет 3,5 часа. Да, мы поняли. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что в данном случае, наверное, надо поговорить о целесообразности, да? Да, о целесообразности компьютерного исследования. Хочу сказать следующее, что все исследования – это исследования, которые нужны показания. Есть определенная градация, да, когда к доктору приходит пациент, он его осматривает, выспрашивает анамнез, да, объективный статус его смотрит и уже принимает решение, необходимы ли данному пациенту данные исследования. Если человек себя чувствует нормально, да, он не задыхается, есть вероятность того, что коронавирусная инфекция у него проходит в легкой форме. Но в данном случае абсолютно необязательно делать КТ, потому что, по моей практике, все эти процессы, они могут регрессировать, если это легкая форма, самостоятельно. Поэтому, если человек себя чувствует хорошо, у него нет температуры, он не задыхается, то коронавирусную инфекцию можно переносить в легкой форме. И по поводу того, что действительно лишний раз, может быть, не стоит идти туда, куда идут все сейчас с подозрениями, да? Да, всех же привозят в большом количестве, да, с подозрениями на ковид-инфекцию. Как бы, и другой есть момент, что если человек болеет, у него ослаблен иммунитет, да, он становится уязвим, в том числе и к другим заболеваниям. Поэтому здесь нужно очень хорошо думать, в каких ситуациях делать компьютерное исследование. Спасибо. Есть звонок еще один. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я хотела спросить, действительно при вести от гриппа и от невмокока помогают при лечении, вот если заболел человек? Да, Татьяна, спасибо за вопрос. Смотря чем заболел, да, не было точнее. Наверное, всего скорее имелось в виду, что есть ли шанс, что будет коронавирус протекать полегче? С прививкой от гриппа. С коронавирусом не так все ясно до конца, да. Сейчас мы находимся в таком периоде, когда мы его сами же изучаем. Его изучает сейчас не только Самарская область, город Самара, его изучает сейчас и город Москва, и зарубежные страны, да, где сейчас происходят пиковые пандемии. Дело в том, что прививки от гриппа лучше делать, не касаясь коронавируса, да. И прививка пневма-23, о которой шла речь, тоже лучше делать, потому что это предотвращает риски развития в будущем других респираторных заболеваний, да, в том числе и вирус гриппа, если он будет, да. То есть он перенесется пациентам в легкой форме, чем если бы он не прививался. Татьяна Владимировна, я хочу вернуться опять к приему препаратов бесконтрольному. Еще недавно все мы очень боялись антибиотиков, и врачи назначали антибиотик только в крайнем случае, потому что известно его побочное явление. То есть назначали, когда уже по-другому, наверное, нельзя. Сегодня мы, прослышав о лечениях, о схемах лечения ковида, принимаем антибиотик сразу. Лучше выпить, чем не выпить. Насколько это безобидно? Это не безобидно. Медицинские препараты, к которым относятся антибактериальные препараты, они назначаются лечащим врачом. К сожалению, это группа препаратов, которая очень серьезная, и к ней надо подходить серьезно, потому что осложнений может быть много. Каждый препарат, он рассчитан на определенную группу микробных агентов. И когда человек бездумно выпивает таблетку антибактериальную, он же не знает тонкостей своего заболевания, неважно, это коронавирус или любое другое заболевание. Поэтому моя настоятельная рекомендация будет, чтобы все-таки пациенты не принимали бесконтрольно медицинские препараты, в том числе и антибактериальные, а все-таки обращались к доктору. Даже в условиях нынешней ситуации. Вот в последнее время, я сама была свидетелем, уже в аптеках стали просить рецепт на антибиотики. Но мы же привыкли, что можно это всегда купить без рецепта. Ваше мнение, нужно ли включать антибиотики в разряд рецептурных препаратов? Мое мнение, однозначно нужно, потому что бесконтрольное назначение антибактериальных препаратов и бесконтрольный их прием, когда человек мог прийти в аптеку, привело к тому, что сейчас настала такая глобальная катастрофа антибактериальная. Потому что при частом применении мы развиваем у себя резистентность к антибиотикам. И в дальнейшем при любой другой инфекции они нам просто не помогут. И, к сожалению, сложилась такая ситуация, что такие периоды были длительные. И сейчас очень много таких краеугольных камней, которые мы не можем избежать как врачи. Приходится менять схему антибиотиков в том числе только лишь потому, что эти препараты были бесконтрольными. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. 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 Татьяна Владимировна, да? Да, да, да. Здравствуйте. Это вас беспокоит Надежда Васильевна? У меня подтвержденный ковид от 2 октября. Да. Сегодня 15-я. Вчера сделали КТ ночью и 25% от поражений легких. Положить не положили, потому что нет, нет. Отдышка сохраняется, кашель сохраняется. А температура? Рекомендации. Температура у меня не сразу была. 37,2, один раз 38 поднимал. И то только утром. Давление по 200 почти всегда снижаю. И вот вчера магнезии снижали мне. Мне сказали в скорой помощи, что мне обратиться к своему врачу, чтобы мне дали рекомендации. Сегодня врач был. Назначили систему. Ну и скорая сказала, что надо систему, потому что идет сильная текпикация. У меня просто еще и шумеет мозга. И то, что мне написали, ну, конечно, в латыни, непонятно, даже не могу проконсультироваться. Но, значит, никто не хочет делать систему, никто не говорит на дом, никто не выйдет, никто не будет делать систему. Кроме этого, как мне дальше лечиться? У меня уже уколы кончаются, которые были, антибиотики я принимала, и гормональные. Застояние не лучше. И мы уже взяли мозог 12-го числа. Затем был мозог не готов. Сейчас его хотят выписать, потому что как бы он тогда был контактный. Он тогда был больной. У него была постоянная температура 35,5. Ему ничего не делали, никакого конца. Да, спасибо. Спасибо, мы поняли. Давайте, чтобы у нас осталось время ответить вам на вопрос. Да. Ну, я тут предлагаю оставить мой номер телефона. Да, я больную проконсультирую, скорректирую что-то. Но хочу ответить на этот вопрос следующим моментом. Здесь необходимо слушать доктора, который приходил сегодня. И все-таки задать ему вопрос по терапии. Что нужно еще добавить из препаратов? Потому что ситуация, конечно, у них такая неоднозначная, да? Потому что и муж болеет. И прийти, к сожалению, им никто не сможет. Может быть, стоит заменить препараты на таблетированную форму, ну, чтобы им как-то вот облегчить. И возможно ли это, да? Итак, оставляйте, пожалуйста, свой номер телефона нашему оператору. Конечно, это беспощадно по отношению к вам. Но, может быть, поможете, проконсультируете. Ну, я объясню, как дальше. Да, хорошо. Татьяна Владимировна, у нас прямо время осталось буквально сказать до свидания. И вас отпустить, отдыхать после тяжелой работы. Спасибо большое за то, что пришли к нам сюда в студию. Спасибо вам, что меня пригласили. Дорогие жители, берегите себя. Носите маски. Берегите своих родственников. Будьте здоровы и выздоравливайте. До свидания. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин